Настоящий оперный артист – это чудо из чудес. Уже само наличие голоса, певческого голоса, ещё более того, оперного голоса, есть необъяснимый феномен. Голос может быть разным. Он может нас ласкать, успокаивать, как будто это жаворнок, который поёт в Поднебесье благолепие, как говорили в старину. Может он нас тревожить, как набат на площади. Но голос – это ещё не певец. Для того, чтобы быть певцом, надо быть музыкантом. А для того, чтобы быть музыкантом, надо иметь горячее сердце и холодную голову. Я говорю о Марке Оспевиче Рейзене. Но и певец – это ещё не оперный артист. Ибо оперный артист должен быть актёром, иметь особое дарование, выходить на публику и существовать не в своей логике действий и чувства, а изображаемого героя. Но мы хотим на сцене видеть красивое. Даже уродство должно быть эстетичным. И Марк Оспевич Рейзен наделён природой, красотой. Великолепная фигура, осанка. Но и тут тоже не обойдётся без огромного каждодневного труда, без сонных ночей. Без того, чтобы выверить каждый жест, наклон головы, каждый шаг по сцене. Ибо это искусство. Но, может быть, самое главное для артиста – это его ответственность. Ответственность за свои дарования перед искусством, перед тем самым народом. Я говорю о Марке Оспевиче Рейзене. Он не только талантами, но и огромным своим трудом написал одну из замечательных страниц в истории традиций Большого театра. И эту страницу, написанную золотыми буквами, мы должны прочитать внимательно. И тогда получим огромную радость. Мне вот восемьдесят шесть лет скоро исполнилось. А я пою. Пою, я пою. Чтобы не забыть о том, что я ещё могу петь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недаром Многих лет Свидетелем Господь Меня поставил Когда-нибудь Монах трудолюбивый Найдет мой труд Усердный, безыменный Засветит он, как я свою лампаду И пыль веков от харти и отреклов Правдивые сказания перепишет Там все дают потомки православных Земли родной Минувшую судьбу На старости я сызнова живу Минувшее проходит предо мною Волнуясь, а как море океан Давно ли оно не зло С событий полно Теперь оно спокойно И безумно Волнуясь, а как море океан В декабре месяце я получил письмо Из Харьковского оперного театра Мне очень было приятно И что по прошествии более полувека Помнит меня еще Ходя в здание меня волновало Нахлынули воспоминания Молодость и все такое Боже мой И годы тяжелые И вместе с тем, понимаете Музыка, которая заполняла все И забывала о том, что чего не доставало Восполнялась музыкой Заполнился Вся моя жизнь Все И седьмой Шестое, да? Вы уже были в царе Размахнулся на шестое Ладно Я уже забыл Я уже забыл какой И подпись похожа Смотрите Пожалуйста Естественно, что когда я вошел в театр То чувство и радость И волнение Всколыхнули в памяти Очень многое Воспоминаний Связанных С открытием Оперного театра В 21-м году В тяжелые дни Гражданской войны Лишений И вместе с тем Театр Прекрасно посещали Возник этот театр Из певцов Которые приехали Из Ленинграда Из Москвы Всех тянуло на Украину Тогда я Условия Потому что там На севере Особенно было Тяжело А здесь все-таки Украина хлебная И вот Съехались И организовали здесь Оперный Спектакль Борис Годунов Все приехали Профессионалы Из всех Непрофессионалов Был я единственный Который еще не ступил На сцену Оперного театра И мне предложили Спеть Пимена Вот с Пимена-то И началась моя Первая поступь Оперного певца Что такое Артистизм Вот вы Выходите Не в гриме Не в костюме Не в декорации Вы выходите Просто в концерт Обыкновенный концерт Вы выходите Во фраке И зритель Чувствует Сразу Что вышел Артист И несет Какую-то мысль В себе Что-то он скажет В его походке В его взгляде В его манере Держаться Сразу сказывается Что это вышел Артист Ничего Никакого Гипнотического Нет А ведь есть люди Которые говорят Вышел И публика Заглохла Замерла А чем это Объяснить Вероятно Силой Своего состояния Внутреннего Состояния Своего внутреннего Я Понимаете Вот Мои университеты Эта сцена Я постигал Я убил Я Истязал себя Я не жалел себя Я искал А вот вы говорите Не ошибаться Может быть я ошибался И наверное ошибался И я находил потом Что нужно для певца Самоконтроль Это научиться Слышать себя Но чтобы тебя слышать Нет Ты должен слушать себя Тогда вас не будет ошибок Это закономер Голос нужно превратить В послушный инструмент И какую бы вы клавишу Не нажали Должна ответить Я всегда Аналогию проводил Между живописью и пением Чем да Есть масло Есть акварель Есть пастель Есть светотени Есть гамма Палитра целая Звуковая Если вы внутренний образ Ощущаете То у вас и рука пойдет Как надо И все вы сделаете И чтобы живое лицо было Не застывшее Чтобы вы не думали о том Как ноту поставить Понимаете Так Сосредоточенно и ставите Нет Этого не должно быть Живое лицо должно быть Оперный артист Должен быть Как драматический артист Вот Такая цель Это очень сложно Нет не сложно Сложно для тех Кто считает Это упорный труд Это сизифов труд Это одержимость Тот кто любит свое Скажите пожалуйста О земледелии Это не труд И в непогоду И в любое время Все трудится И мы тоже должны жить Этим И в непогоду В переносном смысле Все это должно быть Оскалы грозные Тракатся с ревом волны И с белой пеною Кручась бегут назад Но твердо серые утесы Выносят волн Напор Над морем Стоя Когда я получил Приглашение Из Большого и Мариинского Дебичировать Я знал Что Мариинский театр По музыкальной культуре Значительно стоял выше Чем Большой театр В то время Поэтому я предпочел Мариинский театр Я приехал в Ленинград После его наводнения Которое вероятно Было в памяти Многих людей Потому что вода покрывала Чуть ли не полтора метра Или на метр По всем улицам Я видел на стенах Отметки Где вода стояла Но тем не менее Город сам по себе Не утратил Своей красоты Величия Ансамбли И той изумительной Архитектуры Которая заставляла Перед каждым домом Останавливаться И смотреть Ясно что Я очень много думал Работал Искал В Москву я ездил Вначале на спектакли И концерты В 29-м году Я уехал за границу Выступал я в Париже В Берлине В Лондоне В Монте-Карло И в Барселоне А потом Меня пригласили В Большой театр На гастроли Я приезжал Пел Ту же Хованщина Бориса Годунова Мефистофия Марковский В каком возрасте Вы начали петь Бориса Годунова Дело в нем возрасте Возраст конечно Имеет значение Но для Бориса Годунова Должен быть уже Сказать Певец Который уже Накопил себе Большие Знания Опыт Технический Это Образ очень Сложный Глубоко психологический Но если вам сказать Что труднее спеть Хованщину или Бориса То каждый Кто пел Скажет Что Хованщину труднее Почему? Если в Борисе Есть внешние Какие-то проявления Взрыв Гнев Понимаете Любовь К сыну Ласкать Прочее То в Хованщине Нет ничего Все внутри Но настолько сильно Настолько было Впечатляющим Что внутреннее Состояние Внутренний Понимаете Этот фанатизм Эта воля Понимаете Это должно было Чувствоваться Там В зрительном зале Встреча 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 Батюшка! На краю войны! Песноватые, А что песнуетесь? Приспело время мрака, И кибели душевну, Возможи кордат! И острым небом ордим, И вот я зим знаю, Из душа отступление, Ут истинной церкви русской, Братья други, Время соседу стать православною, Напретротем, Напрань зеликую. Бернует грудь, И сердце хзяпнется, Отстоим веру святою, Помогите православные! Глыба мрамора – это еще ничего. Голос как таковой тоже ничего не представляет. То есть, пока из глыбы мрамора не сделают скульптуру, Вы будете говорить, какой кусок огромный мрамора. Точно так же и из голоса. Пока вы не будете обладать теми качествами, Для того, чтобы воспроизвести на сцене тот образ, Показать, выявить все глубины его, понимаете, Все чувства, все эмоции, Для этого нужно располагать целый, Опять палитра звуковая должна быть. Вы понимаете? И в звуке иметь нужно. Голос сочный, а где прозрачный, Различные из вещи. То есть, найти именно то, что я повторю, Гамму красок. С волшебной силой песнопенья, Туманной памяти моей, Вдруг оживляются в виденья, О светлых, О печальных дне. Победный старик, Победный старик, Перед словом нам сказку о славных былом. И наши сени кочевые, В пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти раковые, И от судеб Ощиты нет. 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 Быстрая молодость моя, Звездой подучею мелькнула, Но ты, пора любви, Минула еще быстрей. Только год меня любила Мариула. А вот во время спектакля, когда певец на сцене, сегодня немножко ему захотелось спеть быстрее. Как вы считаете, должен ли дирижер идти за ним? Во-первых, слово «захочется» отпадает. Это первое. Слово «захочется» нет. Я пел со многими дирижерами, не только нашими, русскими дирижерами, советскими, и очень огромными мастерами зарубежными. Я могу перечислить их огромное количество. Кстати, пел я с Натальей Дмитриевной «Девятую симфонию», я пел «Месу Салему», «Реквиум Верди», «Реквиум Моцарта» и так далее. И вот я пел с дирижером, дирижировал «Малько», дирижировал «Коус», «Кнаперс Буш», «Клемперер», «Бруно Вальтер» и так далее. Казалось бы, у Битковина все ясно. И никто не отступит ни на иоту. Но вот какие-то есть маленькие отклонения, незначительные, едва уловимые, внутритактовые. Это зависит, во-первых, от мастерства. Если это большой мастер и заставляет, и убеждает в правильности этого, тогда, безусловно, с этим считаются. «Маткай!» «Потай!» «Где мы?» «Где путь?» «Мы здесь на тропы, мы в дикой глуши, он сбился с пути». «Нет ни мрак ночной, ни вьюга, не собьют меня с пути». «Дороги нет, по северам след» «Куда летит?» «Он нас ведет все дальше в лес, дороги нет». «Ах, моё!» КОНЕЦ 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 Страшный час, Господь меня ты, укрепи, ты, укрепи, мой горький час, Мой страшный час, мой смертный час, Ты укрепи меня, мой, Мой смертный час, мой смертный час, Мой смертный час, Ты укрепи меня. Борис Годунов Я как бы дважды приходил к этой вершине оперных ролей. В Ленинграде, когда я пел Бориса в авторской редакции, И потом в Москве, где опера шла в редакции Римского-Корского. Что я могу сказать о своей работе над Борисом? Сила и громадность этого образа таковы, Что чем больше работаешь, тем больше, кажется, нужно еще сделать. Борис не исчерпает. Эта роль стоит всей человеческой жизни. Борис? 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 КОНЕЦ 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 Скорбит душа Какой-то страх невольный Словещим причувствием Сковал мне сердце О, проведник Ох, мой отец державный Возрис небес На слезы верных слух И низ пошлит мне Священное на власть Благословение Я буду благ И проведен, как ты Да, в славе Правлю свой народ Теперь поклоним Забочиющим властителям Руси А там звать народ напит Всех от бояр до нищего слепца Всем вольный всток Все гости параке Слава! 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 Как здравствует Сальвари снято КОНЕЦ Я, например, никогда не признаю, что премьера эта является показательным спектаклем. Нет, 20-й спектакль можно только показать, когда артист найдет уже полностью выявить все свои и певческие, может быть, качественные, как сценическое воплощение, фразировка и так далее, всякие детали, ведь они обрастают в процессе исполнения. Это же все. Когда я сажусь за рояль, я говорю, я снова ученик. Я ученик еще больше, потому что у меня же возраст уже не тот, которым я начинал. Мне все-таки труднее делать то, что хотел и что нужно сделать. Я, например, взял, напел один из старманцев Чайковского. Сами понимаете, басу петь трудно Чайковского. Это лирика, причем уже необычайно прозрачная, легко, естественная, не утрачивая качество голоса, не тембра его, напротив играя обертонными и все такое. Так что на каждом этапе все-таки себя, каждый певец должен себя чувствовать учеником. И вот этот конец несколько, к концу несколько, значит, ускорить. Для тебя невозвратно былое, но грядущее нет упование. Вот достаточно, все хорошо. Ну, сейчас дальше. Можно начинать запись. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...